Синус Шоу Беттен – модеризованный линейный светодиодный прожектор, специально разработанный для обслуживания зрелищных мероприятий. Сторми – светодиодный стробоскоп, ставший новым рыночным стандартом. Мисос – наиболее передовая комбинация точечного и лучевого прожектора. По завершении презентации мы готовы ответить на ваши вопросы. Начнем с одной из новейших разработок компании Клайпаки. Прожектора Синус, которому суждено стать новым рыночным стандартом в своей категории. Все вы знакомы с прожекторами Клайпаки Альфа 1200 и Альфа 1500. Они известны по всему миру и очень широко используются здесь, в России. Результатом их дальнейшего усовершенствования является прожектор Синус, реализованный компанией Клайпаки на основе самых современных технологий. Сейчас вы увидите, что Синус представляет собой технически совершенный, прочный и высоконадежный инструмент, гарантирующий максимальную эффективность при низких затратах на эксплуатацию. Однако в первую очередь художники по свету будут покорены исключительным качеством светового луча. Именно качество света выделяет Синус среди всех других прожекторов. Чтобы полностью оценить все его возможности, сразу же понаблюдаем за его белым световым лучом. Базовая цветовая температура составляет 6000 градусов Кельвина, а это идеальное значение, легко сочетающееся с характеристиками прожекторов дневного света любого типа. Однако при необходимости температура может быть изменена. С помощью высокоточной системы цветных фильтров CTO она может быть постепенно понижена до получения эффекта пальтрамовой лампы. Такая рабочая характеристика очень полезна в театре. Индекс световой удачи превышает 95. Это очень высокий показатель, демонстрирующий свою полезность при использовании прожектора Синус на телевидении, в театре или при освещении таких мероприятий, как крупные автомобильные выставки. Белый свет прожектора Синус очень приятен для глаз и является идеальной основой для образования безграничной гаммы красивейших цветов. Синус оснащен сверхсовременной системой краски светового луча, сочетающей систему цвета образования CMY с фильтрами STO. В действительности эта система не с тремя, а с четырьмя цветами, каждая из которых может принимать участие в синтезе с микрометрической точностью 16 бит. Это обеспечивает практически неограниченную гамму цветов и оттенков. От ярких цветов до мягких постельных тонов и богатого выбора тепловых оттенков янтарной тональности. Обратите внимание на насыщенность основных цветов – красный, зеленый и темно-синий – расположенных на отдельном колесе. А сейчас, когда Синус очаровала вас с качеством света, познакомьтесь с его световой мощностью. В Синус используется лампа нового поколения на 1400 Вт, специально разработанная компанией Asram для этого современного прожектора. Благодаря современной оптической системе Клейбаки Синус использует лампу на полную мощность. Его светоотдача на 30% выше, чем у прожекторов Альфа-спорт 1500. Таким образом, из фронтальной линзы Синус диаметром целых 142 мм выходит мощный, яркий и плотный световой луч. Посмотрите, какой равномерный этот луч. Оптика обладает углом зуммирования от 8 до 50 градусов и характеризуется отличным соотношением. 1 к 6 поражает скорость и равномерность движения. Посмотрим, какими устройствами оснащен прожектор Синус для создания эффектов анимации. Прежде всего, имеется два колеса с накладыванием друг на друга ГОБО. Всего в оснащение входит 12 ГОБО. Все они выполнены из стекла, все с индексированным вращением и все взаимозаменяемые. Изображение может быть размножено с помощью вращающейся 4-граммной призмы. К тому же, используя специальное колесо анимации из стекла, можно оживить проецированное изображение. При жемании вместо этого колеса можно установить дополнительное колесо с 9 неподвижными ГОБО. Разумеется, для регулировки диаметра луча имеется высокоточная гирисовая диафрагма. Благодаря автоматической системе наводки на резкость ускоряется программирование. Наконец, посмотрите на аккуратную работу диаметра с разрешением 16-бит. Вот вы и познакомились с Синус, прожектором о котором вы еще много услышите в будущем. Синус – это прибор с качественными и отличными рабочими характеристиками, высокой эффективностью и отдачей. Синус – это новый лидер в шоу-индустрии. А сейчас перейдем к другому прибору этой презентации – Шоу Баттон. Шоу Баттон – это модеризированный линейный светодиодный прожектор, специально разработанный компанией PlayPaki для обслуживания зрелищных мероприятий. 10 светодиодных блоков Азрама Старда RGB White на 15 Ватт помещены в алюминиевый цилиндр длиной в 1 метр. Угол поворота составляет 240 градусов. Поворот может совершаться как предельно плавно, так и очень быстро. Управление каждым отдельным светодиодом осуществляется независимо. Программирование упрощено благодаря использованию предварительно запрограммированных матросов. Шоу Баттон производится в двух версиях – с симметричной и асимметричной оптикой. Обе версии оснащены высокоскоростным моторизованным зумом. В стандартной модели прожектора Шоу Баттон диапазон раскрытия луча от 10 до 43 градусов. Асимметричный оптический блок Шоу Баттон АС использует алипсоидную оптику, расширяющую угол распространения света по одной из осей, что особенно удобно для освещения задника. Зум от минимального угла – 8 на 25 градусов, до максимального – 9 на 45 градусов. А краска света производится регулировкой каналов – красный, зеленый, синий и белый. Для более быстрой смены цветов может использоваться полифра, содержащая более 60 макро для цвета. Благодаря отдельному каналу СТО можно осуществлять и линейное регулирование цветовой температуры в диапазоне от 2500 до 8000 градусов Гельмена. Шоу Баттон оснащен невысокоточным 16-битным диммером и стробоскопом с частотой до 24 Гц. Шоу Баттон – компактный, прочный и легкий. Он весит всего 30 кг. Несколько приборов могут быть установлены во следовательный гряд. При этом сохраняется одинаковое расстояние между светодиодными элементами. В таких случаях может использоваться гирлянтное подключение, облегчающее соединение отдельных блоков и управление отдельными пицелями. Длина и ширина блоков позволяют монтировать их в матрицу с постоянным расстоянием между светодиодными элементами. Выполнение этих операций облегчается и электрическими соединениями. Шоу Баттон – все качество компании Клайбаки в прочном и надежном линейном светодиодном прожекторе. Наступил момент СТОРМИ – революционного стробоскопа компании Клайбаки, ставшего стандартным решением для современных концертов, поскольку представляет собой единственный светодиодный стробоскоп, сохранивший все очарование классического стробоскопа. Лента мощных белых светодиодов служит совершенной заменой пицелем линейной ксеноновой лампы. Производимый эффект вспышки очень убедителен, поскольку СТОРМИ, точно так же, как и классический стробоскоп, использует параболический рефлектор. Рефлектор направляет основной луч по углу 42 градуса, но, как и самые традиционные стробоскопы, образуют рассеивание света под углом 130 градусов. СТОРМИ существует в двух версиях. Первая только с белым светом, и вторая, образующая цветные вспышки. Это настоящая новинка, ставшая возможной благодаря использованию технологии светодиодных ламп. В Краке рассмотрим модель с белым светом, полная светосила которой составляет около 80 тысяч люмен. В режиме пульсации СТОРМИ развивает мощность 980 Вант. Управление эффектом вспышки цифровое. Частота, продолжительность и интенсивность импульсов контролируются раздельно, что невозможно в традиционных стробоскопах. Обратите внимание, как мгновенно газный свет, создавая оптическую эмпульсию движения толчками, типичными для настоящего стробоскопа. А вот и версия со светодиодными лампами RGB-Y, генерирующая вспышки любого цвета без ограничения эффекта стробоскопа. Наконец-то прошло время использования цветопильтров, которые значительно сокращали световую мощность. Стороны версии RGB-W имеют полную светосилу 40 тысяч ленов. Обе версии позволяют по усмотрению увеличить продолжительность включения. Вырабатываемая мощность составляет 720 пациентоматической регулировки. Обратите внимание на отсутствие в рецене изображения, кидающегося паразитным эффектом традиционных стробоскопов. Стороны будут оставаться включенным с постоянной интенсивностью, без ограничения во времени и при очень низком потреблении энергии. Следовательно, он представляет собой отличное решение для общего освещения, либо может заменить служебное освещение сцены. С появлением Стороны закончилась кэра динозавров. Прошло время ксеноновых ламп, срок службы которых не превышает 500 часов, и то при условии, что они не перегорят раньше срока. Нет необходимости в примитивных переключателях, шумных и медлительных стройлерах. Наконец-то появился настоящий стробоскоп, основанный на самых современных технологиях. Мы подошли к последнему герою этой презентации. MISOS – прожектор компании PlayPaki, пользующийся исключительным успехом во всем мире. Этот успех является результатом его высокой универсальности. Действительно, MISOS является развитой формой многофункционального гибридного прожектора. Прежде всего, MISOS – это отличный точечный прожектор, образующий феноменальный световой луч больших размеров. Диапазон раскрытия луча от 4 до 50 градусов, то есть с впечатляющим отношением 1 к 12. Этот прожектор обладает широчайшей гаммой графических проекционных эффектов. Он оснащен колесом с 18 фиксированными трафаретами и вторым колесом с шестью вращающимися двухцветными комбом. Зум – настоящий шедевр микромеханики, оптимизирован для раздельной фокусировки фиксированных и вращающихся ГОПО. Все движения выполняются плавно и бесшумно. Обратите свое внимание на скорость, с которой осуществляется переход от максимального открытия к минимальному. Качество проецирования поражает. Управление настройки нарезки осуществляется электронными устройствами. Убедитесь сами, световой луч четкий и имеет ясно очерченные контуры, начиная с первых миллиметров после фронтальной линзы и по всей его длине. Имеются две вращающиеся индексированные призмы, умножающие количество проецированных изображений. Первая – это восьмигранная призма, обеспечивающая объемное распространение света. Вторая призма – четырехгранного линейного типа. Специальное приспособление совершенно новой конструкции позволяет оживить проецируемые изображения невиданными ранее эффектами. Речь идет об индексированном колесе графических эффектов, которое может вращаться в обоих направлениях с регулируемой скоростью и может накладываться на все гоба как с фокусировкой, так и без фокусировки. Взятая вместе эти функции превращает висус в действительный уникальный точечный прожектор, создающий мощные зрелищные фронтальные проекции на публику. Вы думаете, что на этом все? Вы еще не видели возможности висуса в режиме направленного луча. Для начала отметим, что оптический узел обеспечивает минимальный фиксированный угол раскрытия, составляющий всего 0,5 градуса. Фронтальная линза прожектора MISOS испускает мощный севдовой луч диаметром 170 мм с очень высокой плотностью, сохраняющий параллельность по всей своей длине на очень больших расстояниях. В этом режиме яркость MISOS в 2,5 раза превышает яркость прожектора Sharpie. Возможно, фокусировка фиксированной гоба, обеспечивающей моденирование формы луча в воздухе. Мы уже отмечали, что MISOS использует систему цветообразования синтеза цвета CMY ступенчатого действия, оснащенную неподвижными накладываемыми друг на друга цветами, и может создавать и двухцветные световые лучи. Система синтеза CMY гарантирует очень плавный переход от одного цвета к другому. Два фильтра преобразования цветовой температуры на 3200 и 2500 градусов Кельвина добавляют бесконечные цветовые тона, особенно пастельные. Для смягчения контуров точечной проекции и создания эффекта заливающего света может использоваться прост-фильтр. Имеется регулятор освещения высокой точности и стробоскоп с изменяемой частотой. В заключении, MISOS – это обновленный точечный прожектор для создания графических проекций и мощный лучевой прожектор для воздушных эффектов. MISOS – это действительно универсальный инструмент, который можно использовать в любых условиях, и, следовательно, представляет собой очень выгодную инвестицию. На этом мы заканчиваем нашу презентацию. Просим вас без керывания обращаться к нашему персоналу за любой дополнительной информацией. Благодарим вас за визит и желаем вам приятных просмотров. Субтитры создавал DimaTorzok